Приветствую! Сейчас я расскажу о самом главном инструменте в данное время настройки, во время ремонта. Сейчас надену. Самый главный инструмент телефон. Все сейчас на звонках и так далее. Вот мой телефон. Это не реклама Blackview. Это то, чем я пользуюсь уже два года настройки. Вот он весь в пыли, грязный. Это Blackview BV6000. Написано там крупно IP68. Это действительно IP68. То есть против пыли 6. То есть он абсолютно пыли защищенный 8. Абсолютно влагозащищенный телефон. Он не противоударный. Не бывает противоударных телефонов. Он ударопрочный, ударозащищенный. То есть он реально много раз падал. Вот тут есть коцка такая. Это я Фомку вот так вот. Фомка торчала. Я ее не видел как бы. Она прям вот на уровне глаз была. Я размахивал что-то телефоном, что-то рассказывал кому-то и просто так шлеп Фомку. Прям в угол Фомки. Взаостренный. Ничего вообще никак. То есть падал на камни где-то там. Ну, я не советую пробовать его бить, там разбивать специально. Но, ну, аккуратно с ним. Как с обычным телефоном. Но он реально защищенный. И я всегда в руки, в растворе там. Грязь вообще безразлична. Тут вот дырочка. Проковырял ее. Этот микрофончик проковырял. Все нормально. Опять работает. Сзади, если в динамик, вот надо беречь от металлической стружки. Надо бречь от металлической стружки. Потому что если попадет, надо потом с помощью магнита доставать. Этим больны все телефоны. В остальном, вот его единственный минус, который у него есть. Аппарат. Ну, не аппарат. А, как это правильно будет? Программный аппарат. Ну, физический минус. Да, вот датчик приближения у меня, он работает плохо. У многих работает плохо на этих телефонах. То есть, это тот датчик, когда вам звонок, вы включаете, подносите к уху и он вам вырубает экран. Тут я калибровал что-то. Нет. Ну, ну, фиг с ним. То есть, я там, звонок есть, я поднял. И кнопкой вырубил экран. То есть, вот. Все просто. Так. Ну, чего. Ну, вот, вот. Вот так вот. Да, вот. Вот он. Вот этот телефон. То есть, вот. Мы делаем вот так. То есть, все он работает. Вполне работает. Заглушечки проверю. Прикрою. Так, чутка. И потом, вот так просто. Вот так просто. И помыл просто. Прям в лужу. В грязище. Вот это. Вот он. Вот. Все нормально. А, чистенький телефончик обратно. Все? Отлично. Да, грязный. Был. Стал чистый. Мылом не моем. Так, просто помоем. Вот. Камер там чутка. Все. Можно обратно провести то же самое. Вот еще. Только по большему разу было. Там грязи. Вот. Я не хочу тереть там по этому. По экрану. Ну, вот. Вот. Близище абсолютно. Вот. За хвост взял. Так вот. В ручку. И вот так вот. Раз. Вот так. Хорошо? Прекрасно. Прям раствор в него падал. Масс. Много раз. Он не слушается сейчас экран. Если противеть его, он будет слушаться. Все будет хорошо с ним. Вот так. Взял футболочкой. Протерки. Вот так вот. Раз. Раз. Протер. И все. И он снова встает. Снова с нами. Вот. Вот. Все. Вот так вот. Раз. Работает. Все замечательно. Телефон продолжает свою жизнь. Как бы вот. Вот такая вот штука. Покупал я два года назад. Стоил он 11 с копейками, по-моему. Сейчас может. Дешевле, дороже. Не знаю. Идеально. Вот какие-то у них. Это самая удачная у них модель. Я вот на YouTube есть. И на FAPDA есть такой Сергей Латухин. Он очень... По-моему, больше всех он по этих телефонах там ковырялся. Именно в этом Black у него был. Канал Латуха называется. По-моему, это не реклама этого канала. Так. У него много просто по этому телефону. Вот я у него хвостик выцепил. Да, вот тут хвостик прикольный. То есть хвостик. Мне Саша вот так вот сделала, сшила. Она склеила, она вам расклеилась. Ну, не важно. Потому что с двух сторон он одинаковый. То есть в кармане вы его так вот не найдете просто. Что-то где он там в кармане. А когда он вверх, вот так он в кармане, то знаешь, у меня вот сзади, да, вот сзади хвостик. Я взял его и так, хоп, и вот так. Все вот так, хоп, 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 хоп. И вижу его. Вот так. Вот такой вот телефончик. Чего еще тут, можно сказать о нем? Ну, программно, он китайский, нету резалки рекламы. Реклама, вот когда по сайтам именно где-то лазить, она под задалбок, да. Ну, ничего. Мне нужен был защищенный телефон для работы. Потому что вот это вот в пакетик куча народу там. Пакетик, зип-пакетик. У него там этот телефон за 20 тысяч, за 30 тысяч рублей. Там дрочек в присядку вокруг этого телефона. А, там, чтобы его там не попала грязь. А ты работаешь на стройке, чувак, просто возьми нормальный телефон. Не бойся ничего. То есть просто помой его потом. Просто помой его водой. Взял его и помыл. Все. Вот помыл телефон. Очень удобно и хорошо. Он протер, чтобы работал. Больше, ну, нечего сказать. А по характеристикам, три у него оперативной. Три гигабайта, 32 на борту. Не, и хватает, я ничего не качаю. Для интернета, для карты. Карта там, не знаю, обычно. Живет обычной жизнью. Процессор какой-то 8, что-то там. Какая-то, Mali 540, по-моему, карта. Ну, хватает его. Чего-то, что еще у него может. Нет, так сходу не скажу. А, камера, камера 16. Камера у него хорошая. Нормально пишет. Я пользуюсь, опен-камера, приложение. Пишет там, фотки делает. Достаточно. Он там мороза не боится. По сравнению с айфонами, за какие-то миллионы рублей, жена с подружками, с друзьями поехали на залив, минус 25 или что-то. Они даже не достают свой телефон. Я говорю, а что он сядет? Как бы он выключится. Он не будет работать. На этот телефон ты снимаешь без проблем. Два года. А, емкость батареи, 4200 у него. То есть, новый он был, хватало на дня два. Вот если активная активность, там, серф интернета, просто тупо не выпускать его из рук, сидеть в интернете, вай-фай там, что-то там, играться в какие-то игрушки. Ну, я думаю, что на, вот, в таком режиме, ну, на часов 8, хватит его, наверное. Сейчас у меня, ну, два года ему, много циклов уже было. Ну, вот циклов, наверное, 700, да, он, получается, пережил где-то. Ну, вот так где-то, около того зарядки. Ну, пока я его лайпнул разок, он стал как подольше держать. Ну, приложение какие-то там обновы жрут. В общем, вот, вот такой вот телефончик. Я, вот, Blackview BV6000. Все выше модели, ниже там, вдруг купил там, там, сканер для пальцев, ты для грязи его купил, все, он не работает. Переплатил этот сканер, он тебе не нужен. В общем, удачно, очень удачно. Аналоги там, какие-то каты там, Caterpillar, там, Roomba, у них ценники там, выше 30 тысяч, то есть 30, 40, 50 тысяч, стоит телефон подобного плана. Это самый, из дешевых, самый, такой, хороший. То есть, дешевый смартфон, до 15 тысяч, защищенный, Blackview BV6000. Пока лучше. Может, уже и есть, я, как бы, не отслеживаю, я купил, да и все, и радуюсь. Ну, рабочая лошадка. И вот рекомендую, если у кого-то там что-то, есть желание купить защищенный, хороший телефончик, это нормально. Это, повторюсь, это не реклама, я не связан никак с этими чуваками, то есть, кто там барыги, мне безразлично. Это удобно, это первые инструменты, всегда, там, что-то кому-то делаешь, там, где-то какая-то там работа, там, раз, сфоткал, то есть, раз, отправил, там, какой-то сеанс видеосвязи, получить какие-то указания, там, все это быстро, это в работе, у меня руки всегда грязные, руки вот так, грязище, не паришься с ним вообще. Вообще. Очень доволен я этим телефоном. И рекомендую, естественно, такой вот первый инструмент для людей, которые работают, ну, в таких, не самых чистых условиях, скажем так. Вот. Вот так. На этом спасибо. Рекомендую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!